Все больше амазонок приходит в этот мир, чтобы ахейцы его покинули. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус, мы наняли третий стэк. Ждем, чтобы сработала эта засада, либо какие-то... Вот, 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 да, сработало. Какие-либо еще движухи, хотел сказать, но тут движуха такая, что мы... Уничтожаем этот стэк, поймав его в засаду. И сажаем на кал. Замечательно. Жаль, молодые, конечно, здесь не могут присоединиться к подкреплению, чтобы прокачаться. Но... Но такая механика, что поделаешь. Ахейцы, он, уже собирают вещички и уплывают куда подальше, потому что поняли, раз амазонки прикрыли один уже городишко, разбили другую армию, ну и вообще, в принципе, прибыли на их земли, то уже никаких вариантов у них нет. Гектор Троянский ахилла-то отогнал, но разбить не смог стэк... А, не, разбил, разбил. Дотянулся все-таки. И эти стэки. Как-то очень мелко, много разных мелких стэков, да. Почему, кстати, разработчики создавали в свое время, допустим, в том же Риме 2, вот это вот ограничение, когда вот вся тема пошла, что ограничение на количество армий, да. Тогда не было такого, как здесь или в Вархаммере, что каждая последующая увеличивает содержание предыдущих. Тогда просто общий лимит по армиям был. Потому что, там, чем больше империя, тем больше ты сможешь нанимать армии. И с маленькой империей ты можешь там нанимать только три армии, не больше, ни в коем случае. Они объясняли это тем, что в том же Первом Риме или Второй Меде искусственный интеллект зачастую спамил маленькими стэками, небольшими отрядами, разбегался и начинал там нападать на незащищенные даже города. Хотя, в целом, при правильном подходе такого он не делал, искусственный интеллект. Потому что, если гарнизон остался в городе, маленький стэк угрозы не представляет, большая армия более-менее серьезные разбивает, остальные пусть бродят, грабят, но ничего они не сделают. Но с этим они боролись тогда. А здесь что получается? Искусственный интеллект дополнительных каких-то затрат не несет, судя по количеству маленьких армий. Но все равно вот эти вот маленькие стэки бегают. Посмотрите, ну вот Спарта, да, на берегу сейчас. Сколько их там высадилось, этих маленьких армий? По-хорошему объедините в одну, да, и сделайте полноценный стэк уже, который будет представлять угрозу. Нет, они разбредаются. Да, это имеет место быть, но игрок-то не может такого сделать. Игрок, если наймет четыре таких армии, он обанкротится, потому что четыре вот таких вот армии будут стоить в разы дороже, чем если собрать одну. Все эти отряды собрать, слепить в одну армию, да. Игрок такую тактику использовать не сможет, разделяя властвую. Кстати, те же махейцы, когда приплыли в Трое, да, они примерно так и сделали. Разделились на несколько лагерей. Один пошел грабить, другой пошел... Ну, точнее, остался на месте, якобы намечая угрозу самому городу Трое. А вот этот стек уплыл. Смотрите, он не просто здесь, значит, ушел и не захотел город защищать, он уплыл куда-то. Вот мне даже интересно, куда он уплыл. Неужели он начал с кем-то воевать? Я надеялся, что здесь будут нам оповещения не только выдавать об успешных действиях агентов и боевых действиях, но и о каких-то конфедерациях, заключенных союзах, перемириях. Правда, все это вновь... Не про то. Ничего такого здесь мы не видим. К сожалению. Увы, увы, увы. Сейчас оставим Елену на руинах. Мы-то тут город точно не захватим. Но как Парису, да, ее привез и слил. Халатное отношение какое. Надо посмотреть, сколько, кстати, поселений у Фив. Ну, точнее, у Фти. Сколько городов осталось у Ахейцев, чтобы не пропустить. Уничтожили ли там все? Вроде бы Гектор с Парисом зачистили. По идее, должны остаться только эти поселения. Персонаж ранен. Везение, вероятность избежать засаду. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Ну что, Ахилл? Сколько у тебя поселений? Мир ты очень хочешь, я вижу. А поселений у тебя 10 штук. То есть, раз, два, три, четыре, да, пять, шесть. Так, давай еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот девять. А где десятое поселение, ты уже себя тяпала? Где ж ты спрятался, мерзавец? Но тут Агамем нам все подмял. К сожалению, Троил не сделал свою работу на пять с плюсом. Я не вижу поселения, Махила. У него где-то город, судя по всему. Афиг пойми где. Ммм. Ну ладно, хорошо. Разрушим пока что есть здесь. Потом будем разбираться. Да, но его нам нужно в любом случае уничтожить. Миккены при этом даже не столь важны. Мы можем феры сейчас... Или ладно, уничтожать. Уничтожать. Черная ярость победить в сражениях. Есть, это задание выполнили. Дерзкие требования. Главы своей не склонили ахейцы, предликом царицы. Смотрят надменно, как будто пред ними простая рыбачка. Пока ваши войска маршируют по дорогам Ахеи, в лагерь является посланник от неразумных аргивян. Письмо гласит. Уйди с наших берегов и прекрати свой разбой. Не то мы покончим с твоей бандой трусливых воров. Как смеют они называть вас разбойниками после того, как сами разграбили вас священный город. Не пора ли объявить ахейцам войну? Так мы воюем с ними. Еще не пришел час отмщения. Сейчас не время вступать с аргивянами в войну. Стоимость строительства всех зданий. Объявить им войну. Ахейцы заплатят за разорение фемискиры. Час пробил. Это война. Дипломатические отношения с ахейцами ухудшаются. Но скорость исполнения потерь плюс 20. Стоимость найма для всех военных отрядов. Давайте объявим войну. Пофигу. Мы готовы уже ахейцев шатать. Мы готовы их шатать и убивать. Тут македонцы еще идут. Тут мы можем пока использовать засаду. Иди сюда. Становись лагерем. Хотя подожди. Здесь вот этот может тебя достать. Но это вроде бы он на ускорении будет бежать. Но фиг его знает. Сейчас Агамемнон туда тянется. Еще что-то придумает. Они пока молодые, неопытные. Давай поближе. Как подкрепление они не подойдут. Но за засаду-то готовят. В засаде-то сидят. Вот как раз. Если что и поймают. Вероятность успеха действия агента в поселениях. Вероятность. Ну в общем нужно ждать, когда появится у него третий левел. Тут вообще ничего полезного. Там как раз мы оба навыка прокачаем. И первый, и второй левел. Здесь у нас врагов много. Еще одну красавицу. Ранили. Вот этот стек можно попробовать отравить. Успех. Молодец. Дальность перемещения. Вероятность успеха всех твоих действий. И за это тебе спасибо. И за это тебе я говорю спасибо. С кем начинаешь воевать? Договорился с Ахиллом. Также воюет исключительно против нас. Увел стек. Вполне возможно. Он пытается нашу пентиселею поймать. Так что сейчас идем через засаду. Так вот аккуратно. Подкрадемся к нему и... Доброе утро. Заберем город. И скажем ему доброе утро. Так. Договор. Эти воюют, кстати, против Ахейцев. Против всех наших врагов. Давайте с ними... Чего? В смысле? Вы хотите? И тут сразу срабатывает нет. Базовая оценка минус 100. В чем прикол? Срабатывает эффект, который в принципе... Мы... Уже получили, да? А при оценке здесь его якобы нет. Забавно. Ну ладно. Хорошо. В принципе, больше там... Договориться... Не получится. И тут, скорее всего. Хотя здесь, смотрите, здесь так же. 40-40. Базовая оценка минус 37. Перемирие он хочет. То есть и здесь... Какая-то странная тема. Отношения сил, соотношения. Скорее. Странно. Вообще какая-то бодяга непонятная творится. Но здесь-то ладно. Корейца. Нет еще? Вот. Соломин. Но здесь все соответствует. Вот почему с этой фракцией такие вопросы? Ладно. Она единственная, кто, в принципе, попал под эти санкции. Судя по всему. Единственная фракция, с кем ухудшились отношения на 100. И вероятность подписания всех соглашений уменьшилась. Не взял. Смотрите, Вектор не взял город Ахилла. И здесь армия сидит для легов этих. Тоже сейчас на остров, если плыть, не так легко его будет забрать. А может, Гектор возьмет его? Ну, возьмет-возьмет. В принципе, не вопрос. Мы не против. Так, Гектор, ну ты лично там. Ну, город тебе-то должен сдаться. Ты один можешь города брать. Ты настолько великий воин. А здесь еще у тебя есть подкрепление в виде пары стеков. Не полноценных, но пары стеков. Так, Мекены. Спарта. В принципе, мы Спарту можем месить. Их войска ушли. Он, скорее всего, подпишет конфедерацию с братом. Хоть где-то брат будет действительно царем. Да, а не каким-то прихлебателем. А то в каждом прохождении он так и напрашивался в конфедерацию. Ну, возьмите меня. Ну, пожалуйста. Так, здесь Одиссей начинает буянить. После заселения восстановил потери. Интересно, а вот Одиссей использует искусственный интеллект в плане, да? Свои лагеря для найма. Мне кажется, не используют совсем. Так, там базовые амазонки. А нам еще объявляют войну. Ну, здесь сейчас все объявят войну амазонкам. Кочевников особо никто не любит. Это в большинстве случаев классика жанра для Total War. И здесь Гектор. Ну, Лесбос бы давно уже захватил, навел бы порядок и все были бы счастливы. А так только проблем нажил себе. Но вот этот стэк разбил без проблем. Да, Одиссей, если догонит, его уже накажет. Но Одиссей походил раньше. Так что Одиссей опоздал. И вот засада, отлично. Македонцы должны умереть. Замечательно. Эти пусть засеивают. Хотя они войну объявят нам тоже. Бычки здесь парой стэков заходят. Здесь Агамем надо бы разбить вторым стэком. Но он, скорее всего, сбежит. Если осадить город, вторым стэком попытаться напасть. Да, если у него несколько отрядов элиты, он может принять бой и в него даже поверят. Автобой. Минилай в засады тут. Так, легендарный персонаж убит. Представляете? Они даже убили нашу жрицу. Насколько сейчас успешно действие вражеских агентов? Ну давай. Аллос уничтожаем. Аллос капут. Микены пусть придут на помощь. Все, Аллос капут. Дальше. Готовим засаду. У тебя есть что-то для строительства? В принципе, избыток еще населения даже. Не получили. Прирост. Можно Афродити, если найти сейчас, где разрушить. Ну-ка, подождите, здесь Афродити? Или Афиня? Афиня здесь. Но мы дотягиваемся. И сестр разрушаем, потому что... Может, потеряем кого-то, может... Ну ничего, автобой доверим. Стэк-то уплыл. Непонятно зачем. Воюет только против нас. И даже автобой идеально проводит сражения. Ммм, тут ресурсы. Тут боевой славы хватает сейчас. Все, уровень почитания Афини вырос. Тебе. Ой, блин. Косикнул. Повышаем уровень. Возвращаем лучниц. Золото потрачено. Ну и... Засаду. Вдруг они вернутся. Вдруг они вернутся. Но наша задача сейчас высадиться здесь. Забрать еду. Кстати, еды-то накапливается. То у нас 10 тысяч было, да, здесь? Здесь уже по... То есть пропорционально нашей армии. Потребности увеличивают. Эти показатели. Так, а ну-ка отступи сюда. Что они из себя представляют? Ну, есть неплохие отряды. Я просто думаю, еще гарпий нанять. Или пока... Ну, давайте. Наймем еще парочку гарпий. И уже если на нас нападут, мы справимся. Ну, если вдруг засада не сработает, а на нее нападут, и подруга не придет на помощь. Ну что, они горды. Справляйся сама. Она влипла в историю. Виновата, опять же, сама. Никто тебя спасать не намерен. Вот такая вот взаимовыручка. У амазонок. Ну, вот, да. Сейчас понятно, что штрафы события... Это все играет минус. Но почему в прошлом? На прошлом ходу... Он начал играть только против одной фракции. Македония. Македония. Здесь, здесь... Все по-прежнему. Македония тоже. Хотя Македония после поражения... Намерена даже помириться с нами. Но это мелочи. Сдаем ход. Посмотрим. Аллос. В принципе, 15 бойцов уже... О! Гектор разобьет Одиссея. Молодца. Да, Гектор, не плыви далеко. О! 14 бойцов Гектора разбили. Там бомжи, наверное, 20. Полный стэк. Лелеков этих. Здесь уже Эней. На юг перебрался. Гектор. Ну ты что, столицу не собираешься этой провинции забирать? Ну, это нехорошо. Это очень нехорошо. Микены. Отыгрались. Покоцанный стэк. Гектора. Но дальше не пошли. Хотя, может, просто не достали. Спартанцы. О, Эней может сейчас и проиграть. Против такой толпы. Но он разумно стал отступать. Молодец. Здесь Гектор. Ну возьми ты этот... Враттадос, а! Твою Враттадос. Возьми его. По-хорошему. Амазонки тебя просят. Вот они, они приплыли сюда. С амазонками-то не воюют, но на острове что-то забыли. Ну, они воюют только против нас, да? Против Ипполиты, нашей сестры. Войну они не объявляли. В итоге город потеряли. Сейчас, скорее всего, Гектор будет заселять. Хотя, не факт, что Гектор. Может быть, и этот союзник пассивный. Троянский. Не, он решил помогать все-таки. Управляет войска. Может, его попросить против тех мерзавцев на Лесбосе повоевать? Ему все равно заняться нечем. Мирный договор идите нафиг. Македонцы. Феры попытаются засеять. А этот, кстати, сразу пошел в город. Не стал даже феры захватывать. Так, разовый обмен. Договоры о нападении. Предлагают деньги, в принципе, за договор о ненападении. Ну, предлагаю согласиться. Только вместо древесины возьмем еду. Древесины. Так много сейчас не требуется. Мы ее накопили. Более чем уже достаточно. А еда, как бы, единственный ресурс такой прям в серьезном минусе. Потому что бронза у нас тоже достаточно. Минус сам по себе небольшой. Нападает. Вот. Смотрите, про что я говорил. Да, засада не сработала. Он нападает на наш маленький стэк. Здесь предлагают нам кадмейскую победу. В принципе, баланс тасил целиком и полностью на нашей стороне. Прачников нет. Топоры. В ближнем бою плюс арес. Кстати, боевой дух тут. А Зевс полезную штуку делает для топоров. Тут еще мечи и топоры плюс 20. Тут плюс 15. Метатели и дротики. Надо будет Зевса тоже уважить. Может быть, даже во имя Зевса здесь храм построил. Дальность стрельбы Аполлон. Ну и Афина, которую она сейчас очень-очень сильно любит. Но она Кобьеносов предпочитает, конечно же. Сражаемся. Что за карта? А ну-ка, подожди. Ну, не лесистая самая, главное. Сразимся. Перебьем. Сейчас их всех. Численный перевес по отрядам на стороне нашего врага. Этого бычары. Ну, у нас застрельщики качественные. Которые несколько отрядов минус нут. Еще на подходе. Ох, на этой карте мы тогда за Ахилла против Инея и Гектора сразу сражались. Было дело, было. А больше она мне даже не попадалась. Больше эта карта мне не приходила. А эти гарпи передовым не обзавелись? Угу, угу. Так. В принципе, его застрельщики не особо хороши. Мы можем встретить его вот так. С какой стороны он пойдет? То есть, встать со стороны леса. Если здесь... Оп. А вы пока что спрячетесь. Он и там, и там хочет пойти. Хотя все-таки здесь в большей степени. Ну, хорошо. Спрячемся. На пушке. Перебросим остальных сюда. А гарпии, которые и так идеально прячутся. Зайдут с тыла. Причем парочку гарпий предлагаю отправить вперед уже даже. Вперед. Враг обнаружил вашу засаду. Скибиды. Так, работаем. Копьеносы со щитами. В расход. Ну вот. То есть, я только два отряда бросил в бой. Заранее расстреливать врага. Мы уже минуснули хороший отряд. Преимущество у нас есть. Бьем мы дальше. Почему ты так близко начинаешь подходить? Даже полководцы сейчас. Они могут убить. Расстреливать. Почему вы этот отряд? Так, отступить. Отступить. Кинуть дротики. Блин, вам раньше был дан приказ стрелять. А ну-ка отступите. Уходим. Здесь сейчас сестры поддержат. Стоим, 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 стоим. Здесь даже никто не дойдет. Накидывай. На вашу героиню напали. Все нормально. По-хорошему, я думаю, даже этих троих можно вывести и погонять застрельщиков. Застрельщиков. Вперед. Вперед. Все. Они уничтожены. Даже сейчас заходить с тыла не нужно. Сразись с ним. Пропустите. Пропустите. И он сразу сбежал. Эх, даже в небольшого поединка не получилось. Ну что, минимальные потери. А нам тут рассказывали, кадмийская победа, в лучшем случае. Все будет очень-очень-очень сложно. Попреследуйте. Ситуация крайне тяжелая, да? Нужно денег побольше заплатить. Иначе... Иначе никак эту ситуацию не решить. Ладно. Закончить. Замечательно. 170. И это вот только по факту потери. Три отряда, которые стояли в лесочке. Но их расстрелять особо-то не могли. Лес, если что, хорошо защищает. А тут мы потери полностью восстанавливаем. Так, замечательно. Этот отряд мы сейчас разобьем. Отправлять одних их... Ну, опасно, конечно. С другой стороны, можно сейчас нанять гарпий. Оставшиеся места забить именно. Или хотя бы еще пару гарпий взять. И проблем не знать. То есть, засада была сорвана. Этого ранили. С троянцами улучшили отношения. Афина нас теперь особо не любит. А, кстати, что там Афина на максималках давала? Гаргону. А я ее не призвал. Обойдемся без гаргона тогда. У нас хватает своих гаргон. Так, золота нет у нас сейчас. Небоевые потери. Стоимость строительства всех. Стоимость найма всех дальнобойных отрядов. Стоимость найма всех агентов. Можно, кстати, боезапас увеличить. Навык перезарядки. Потратить древесины. Ну, раз мы на строительство ее не тратим, то давайте. Это быстро сейчас прокачается. И опыт нашей армии будет крайне полезен. Перерыв между атаками, но защита в ближнем бою даже так. Избыток на следующем ходу только будет. Ну, берем тебе сейчас все-таки еще пару гарпий. Вот таким вот образом. Ты догоняешь этого мерзавца. Добиваешь его. Прокачаешь отряды. Либо боевую славу взять тебя. Давай боевую славу. А то у тебя ее совсем еще пока что нет. И ставим в найм либо прачниц, либо копейщиц. Ну, можно вот вас, чтобы в кавалерию превратить. В принципе, если что, и топоры можно в кавалерию превратить. Да? Не с таким натиском, но можно. да и застрельщиц можно в кавалерию если что, качнуть. Там есть хорошие всадницы с натиском. И расстреляют, и поубивают в ближнем бою. Ну, давай прачницу возьмем. Для разнообразия. А ты, подруга... Как у вас дела? Ты, значит, с ним не в союзе. Отлично, значит... Хотя, может быть, и вытащить вас можно было. Весело так и дружно. Размазали по асфальту. Ну, давай. Нападаем. Он на ускорении. Ох, тут засада еще. Маленький отрядик засаду устроил. Но к нему подкрепление не подошло. Маленький отрядик остался без засады. Боевой славы. Есть контакт. Да, я вас поздно. Что-то мне казалось полный степ. А здесь ты... Ну, с низкими потерями. Отлично. С низкими потерями. Кто разбивает? Разбивай и ресурсы забирай. Как раз мы древесину сейчас... Уровень почитания возрос. А это Оресу, да? Мы разрушили как раз город. И посвящение сделали. Гистея следующий. Но Гистея он тоже защитил в итоге. Но Пентиселия без проблем справляется с ними. Наставим в засаду. И здесь можем тебе... Хотя подожди. А чё? А чё так? Орес не хочет нам ещё, да? Спартов выдать. Всё. Только один. Может, минотавра? Ну давай, Зевсу. До шести сотен не дотянем, но пока что так. Писто. В общем, писто. Смотри, тут какая ситуация. Стэк данный плавает. Город, значит, может не охранять. Можем... Можем... В принципе, на ускорение вот сюда сгонять. Пусть рискнёт напасть, если хочет. Пусть только рискнёт. А он может напасть, ему нужно убиться, разбиться и казниться. Бычки сразу же захотели перемирия после всех этих поражений. Фил и Така. Причём с Итакой даже при учёте этого минуса сотки. Он молит нас о перемирии. Но мы поговорим. Амазонки палят. Не хотят присоединиться. Против них тоже не хотят. Ладно, Гектор. Отказывается. Ну, зря, зря отказываешься, Гектор. Очень перспективная война могла бы получиться. Так, Париса, но у тебя тут вообще фракции тьма. Против которых можно было бы тебя подтянуть, но он не захочет. Троем. Трое, трое, трое. Вот против него можно уговорить даже. Если уж и прям решить. А вот этих кабанчиков. Вот этих бычков. Македонцев. Фил. Биотицы уже нет. К сожалению, хотя уговорить можно. Против этих тоже нет. Ага, отлично. Вот против Эдони он почему-то с удовольствием. Но в поход-то не отправится прям. мы знаем, мы знаем, что в поход он не пойдет ни в коем случае. Просто отношения будем улучшать. За счет кучи. Блин, кто здесь портит погоду? Талийцы, бычки, македонцы, Эдония, фраки, что ли? Я поставил скучину. Все, окей. Подтягиваем. Можем сейчас, я думаю, продовольствие попросить. На всякий случай, на будущее пусть откатывается. Да. 5000. Нет, тоже, смотрите. Жадничают еще. Ладно, жадины. Вам-то она особо не нужна, эта самая еда. Дискать. О, с вами ну, можно реализовать план, но пока что подтягиваем к стопроцентным вариантам. Македония, Фил, ну, так же, так же, как и прям. Прям его копирует. Я буду. Прям копирует. Отношения улучшаются. Прям очень сильно улучшаются. Скоро он попросится тоже в союз. Мы можем сдавать ход. о, зеринф взяли. Мы можем тут еще еды сейчас. Точнее, не отвоевали. А еда уже там есть. Сейчас тогда второй стек. Второй Леон будет данный вопрос закрывать. Великолепно. Но Гектор Саус не взял. Сейчас если дотянуться до Сауса, чтобы его разрушить, чтобы получить. Хотя там камень. Камень нам не так сильно нужен. Камень это мелочь. Еда куда ценнее. Мы третий стек наняли, так что торопиться домой тоже уже такой необходимости нет. Можем просто уничтожить. Подлюг. Хотя подожди, здесь не камень. Здесь камень ресурса, а все-таки еду тоже дает. Разрушить тогда можно. Или даже нужно. спарта. Спарта. кстати, золотой город взяли себе. И Менелай нет-нет тут гуляет. Но Эней как-то не справляется с обороной и убегает больше. Ну и тот еще хитрец, конечно. Может его и Гомер оклеветал, порой трусом называл. Ну как трусом, скажем, условно, да? он-то вроде бы с одной стороны обижался напрямо за все вот эти вот росказни. За то, чтобы пророчили Энею стать царем Трои. Вот старый Трои или новый Трои. Тут еще можно даже если брать за теорию мирный договор и требуют от нас ресурсов. Идите нафиг. Если брать за теорию, что именно Эней и выжившие Троянцы, если брать все-таки вариант, что Троя действительно была разрушена, то мы можем поиграть с названиями Троя, Рим, с какого языка, что как означало, но все-таки если так смотреть, как адаптирует название АЛОС Засеял А мне показалось АЛОС принадлежал сейчас АХЕЙЦам Думаю, когда АХЕЙЦы засеяли, нет, все нормально, ладно. Так вот, произношение там название даже страны, посмотрите, на разных языках они звучат «вы фиг узнаете», да, как в этом «в о чем говорят мужчины угорщина». Вот, там брать испанский, португальский языки, смотреть, как звучат названия страны, как они звучат на нашем, просто так не признаешь. Точно так же с названием города, а вдруг это вторая троя, как Нью-Йорк, да, Новый Орлеан, Новый Йорк, Новая Троя. Сорвана засада, Пентиселея, обнаружена засада, ну, это, о, неизбежная кара, разрушить или разграбить следующее поселение, Афины, кому они принадлежат сейчас, непонятно, а, ну, Микены, пока все нормально, пока все идет великолепно. Так, македонцы захватили, но я предлагаю разрушить этот город, а потом заняться македонцами. Пламя лизнуло борта кораблей быстролетных ахейских. С радостью Пентиселея взирает военной знаменитая дева. Вокруг стонут умирающие, ахейские корабли пылают, и вы знаете, что Арес благосклонно принял вашу кровавую жертву, но уже сейчас вы знаете, что не успокоитесь, пока собственноручно не разрушите проклятые Афины, чьи дети разграбили священную Фемискиру и убили вашу царицу. Вам не будет покоя, пока остается в живых хоть один Афин. Так, мудрость войны, опыт для всех героев. удача. Это человек отмечен и это хорошо. Кстати, насчет человек отмечен снаряжение. Преданность, но опять же, зачем амазонкам этот показатель не переиграли, да, защита от дальнобойного в ближнем бою давайте возьмем вот пять. Жезла Гамемнона. У нас тяжелых пехотинцев нет. Атака всех копьеносцев. Блин, только это остается. Счастье в данном регионе. Ну и кораблик. У нас этих кораблей тьма. Там не показано сколько их, к сожалению, но их у нас тьма же. Там чуть ли не каждый ход выдавали. Так, Кранон вы без проблем разрушите. Я думаю, даже за счет того, что у нас есть мифические отряды, тут не уничтожить никого. Да. Потому что он мог при таком балансе сказать, что вот этих мы уничтожим. Так, основную постройку качаем. Давайте защиту возьмем. и кстати, раз мы город разрушили и засаду не строим, не ставим, точнее, то, чтобы строить лагерь. Должны поставить теперь. Дальше древесина. Боезапас увеличиваем 10 тысяч. Договор о ненападении. могли договориться о праве прохода даже с вот этими ребятами. Все-таки общая война. Нам как мать родна. Можем разрушить этот город. Не торопиться с гистей забрать. Хотя альпены 14 нет. Тогда гистею. Начинаем осаждать гистею. Хотя даже осаждать зачем? Она с низкими потерями разрушает. умница. Прироста армии. Это сейчас молодой можно второй качать. Но немножко славы пусть заработает про запас. Всякое может случиться. может пригодиться их клятвам. Ахилл. Что ты скажешь? Сколько у тебя поселений? 6. Мы видим 3 4 видим. Может вот это Ахилл? Да это шестое поселение Ахилла. К сожалению Врон Тадос. Он не хочет разрушить Гектор. Придется возможно какой-то стэк отправлять по их душам. Но здесь мы дотягиваемся. За стэком тем не погонимся. А здесь я думаю сейчас как раз сможем высадиться и забрать еду великолепно. хотя у нас очков славы здесь полно. У тебя очков славы сейчас много. Защита в осадных сражениях, защита в ближнем бою для кровных воительниц плюс 20%. Защита всех отрядов. Давай доспехи минус 20. Сплаваем. Ну или сейчас на всякий случай поговорим с Аполлона сейчас любит очень очень сильно. Оракула можем нанять. Кстати насчет Оракула. Если сейчас здесь получится возвести сколько мы сможем еще у тебя 650 в принципе 4 хода можем подождать а потом Оракула нанять. Хотя он нам его сейчас не дает. не время сейчас Оракулов нанимать говорит не время Ладно наша цель уничтожить Ахилла даже пофигу если эти будут засеивать но второй стек на них будет качаться основная цель уничтожить сейчас Ахилла дальше возьмемся уничтожать Афины хотя Афины наверное по пути тоже уничтожим чтобы было попроще чтобы было попроще но на этом серию завершаю друзья мои Амазонхи разлетаются по миру а сия хаос и ужас в глазах хоккейцев до следующей серии с вами был Вера всем добра пока пока хоккейцев